Всем добра, человеки! После выпуска ролика про беглянок Кэру и Алису в комментариях началось обсуждение одного момента в игре, когда девчонки пытаются пробраться в заброшенный дом. Алиса как-то неожиданно исчезает, а потом Кэра находит ее за углом уже с ножом у горла. Вот только что девочка была рядом, а через секунду уже вляпалась в историю. Один из зрителей сказал, что в этом месте есть вырезанная сцена, где Кэра пыталась проникнуть в дом по строительным лесам, с другой стороны дома. Но разработчики этот эпизод вырезали и получилась такая небольшая нестыковочка. Я пошел искать эту сцену на ютубе, но к сожалению не нашел. Зато нашел ролик ютубера Мастер Плей, который собрал все грехи Детройта. Стало интересно, посмотрел. В одном из эпизодов он утверждает, что Кэра украла в магазине всего 20 баксов, хотя на мотель требуется 40. Я на такие моменты всегда обращаю внимание, особенно когда касается денег. Вот, например, в Heavy Rain Итан Марс в прологе за шарики, которые стоят 2 бакса, отдал двадцатку. Клоун просит за шарик 2 доллара. Недешево, но в торговых центрах вообще цены конские. Но Итан достает и отдает клоуну двадцатку. А он ведь просто архитектор, а не Цукерберг или Рокфеллер. Чужие деньги считать говорят нехорошо, но я с собой ничего поделать не могу. Простите, но я должна. Кладите деньги из кассы на прилавок. Но вот тут я должен вступиться за Quantic Dream. По крайней мере в этой главе они с деньгами обращаются аккуратно. Покупатель пива за свою покупку в 4 с мелочью отдает 5 баксов и получает сдачу. А Кэра от продавца при ограблении получает полтинник. Валила бы ты отсюда по-хорошему. Нам просто нужно немного денег на ночлег. И без денег я не уйду. Покупайте кTH разу. Память acontece. Покупайте. Память with по-хорошему. Попомнесxico. Память сетро. Память. Этого вполне хватит, чтобы снять номер за 40 долларов. А вот почему портье не дает девушке сдачи, вот к этому у меня вопросики. Но не думайте, что я готов опровергнуть все утверждения мастера. В игре на самом деле полно нестыковок и ляпов. У меня список перевалил уже за три страницы. Вот, например, спорный момент в самом начале главы беглянки. Кэра и Алиса выходят из автобуса. Кофточка у Алисы совершенно сухая и ничем не пахнет. Девочка тут же идет на остановку, а Кэра смотрит вдаль уходящему автобусу. Прошло по моим подсчетам секунд десять. Это максимум. Все в порядке. Смотрим на Алису. Она уже успела промокнуть насквозь. Как? Когда? На пять секунд нельзя оставить ребенка без присмотра. И такого добра, которого еще ни у кого не было, у меня завались. Так что ждите ролики по всем грехам и ляпам в игре. Должно быть интересно. Правда, случится это только после полного прохождения игры. А пока всем добра, человеки! Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка.